Учейных женщин Леонардо нету их. Нету. Даже шеф-повара приличного женщины нет. Дома, да, я сама готовлю. Замечательно. Но все-таки, если по-настоящему, ну нету. Но женщины очень хороши вот в этом... Это от полушарий зависит? От полушарий, кстати, тоже. Чуть-чуть. Но у меня нет времени просто сейчас про это говорить. Мужчины, зато если мужчина дурак, то он изумительный парень. Ну не бывает дурей. Понимаете? Ни одна женщина... Второе место на конкурсе, на лаком. Мы знаем, на лаком, да. Но зато если умен, то умен так, как женщинам не бывает. То есть это, кстати, мы так весело говорим, а на самом деле это серьезная очень вещь. Потому что вот эти вот крайности, вот эти выплески женщина гнездо должна хранить. Она не должна в эти игрушки, так сказать, сдавать свою семью и потомство. Сексизм, обвиняйте меня сколько угодно, мне хоть бы что. Вы говорили, что мозг помнит абсолютно все. Как вы регулируете потоки входящей информации? И опять добавлятся, да? А можно ли это регулировать? Я думаю, что нельзя или, по крайней мере, очень трудно. Опять умные, смотрите. Ну так, я же вежливая. Нет, ну, я, если без шуток, то как регулирую? Как вы можете регулировать? Ну, большими усилиями, как бы. Да, я не хочу этого слушать, не хочу этого читать. Я не буду включать телевизор, я не человек сетей. То есть там меня, люди говорят, что там очень много про меня. Вот сразу хочу сказать, я не только там ничего не пишу, но даже не читаю. Поэтому я вообще не знаю, что там происходит. И это то, как я регулирую. Я не хочу этого видеть, ничего. Но это не серьезный вопрос. Вопрос-то более серьезный. Затем, как бы, что делать с этим потоком, который идет, и все больше и больше. Не знаю, что делать, но мы явно перегружены. Это не значит, что мозг... Я не хочу быть неправильно понятой, неправильно понятой, что мозгу не хватит места. Там хватит места, там все, что хочешь. А может, оно просто быстрее проходит? В одно уходит, другое выходит? Может быть, отчасти это, но меня на самом деле интересует другой вопрос. У меня никакого ответа нет, и, может быть, кто-то этим занимался. Мне кажется, что скорость мысли стала быстрее в целом. А вот то, что точно стало быстрее, это скорость речи. Вот я, поскольку мое первое, как бы, занятие были восприятие речи, фонетика, то у меня профессиональное ухо. Вы посмотрите, с какой скоростью говорят дикторы. По телевидению или по радио. Страшно разогнались. Очень большая скорость. И это значит, что разогналось не только их говорение, но и распознавание тех, кто их слушает. И это уже какая-то биологическая история. Как это вышло, я не знаю, довольно трудно доказать. Так это и нет, потому что, значит, должна быть статистика за предыдущие многие годы, чего нет. С дикторами сложнее, мне кажется, там еще содержания очень мало. Это об этом, про содержание я вообще ни звука не говорю. То есть, Анатольевна, а вот вы сказали по поводу памяти, она безгранична, емкости нет у нее? Даже пытались считать, хотя, честно говоря, я не понимаю, как они считают. Счет, который я там последний где-то выудила, сводится к следующему, вызывает у меня скепсис. Что если смотреть имени Ксении Собчак «Дом-2» 300 лет, не есть, не спать, не пить, ничего, то все равно не заполнится мозг. Такие большие объемы можно. Не волнуйтесь, что туда не поместится. Может это схлопнуться не за счет объема, а за счет перегрузки сети. Другая вещь, как бы замыкание произойдет. Ну так, если шутить совсем. Грубо шутить. А не потому, что места не хватит. Здесь есть вопрос от депутата законодательного собрания, я не могу его не задать. Боже упаси. Будет ли искусственный интеллект подвержен воздействию таких операций, как фантомные боли, слуховые и зрительные галлюцинации? Отличный, кстати, вопрос. Да, или такие сбои программы, как галлюцинации, исключены? Ну и вообще, видимо, просто будут ли вы нечеловеческие чувства? Да, это очень интересный вопрос. Вопрос, естественно, никакого ответа на него нет, потому что у него этого нет. Да, это уже сразу так происходит. Да, да, но если иметь в виду, если представить себе, что искусственный интеллект будет настоящим искусным интеллектом, а не искусной мясорубкой, понимаете, то тогда в нем должны быть все человеческие признаки, включая это. Тогда я бы задала вопрос, возможно ли шизофрения у искусственного интеллекта. А почему нет? Сбой сети и получи на полную катушку. Когда начинает прыгать. Да, представляете, у него, например, не дай бог, господи, не дожить бы. Если у него начнутся галлюцинации, он на основании галлюцинации начнет принимать решения. Это что вообще такое? Не могу не спросить, поскольку он во многих вопросах стекурирует восстание машин. Это реальная угроза? Это научная фантастика или не научная фантастика? На это я дам ответ не свой, а как раз человека, вы знаете, Олег Петрович Кузнецов, профессор, который, ну, как раз по искусственному интеллекту, там такие книги пишет и все. И он, кстати, выступал на одном из таких подобных собраний в Никитском клубе, и он сказал, все боятся восстания машин. Напрасно боится, но уже все, ребята, все случилось. Понимаете, если холодильник сам мне будет сыр покупать, а про каждого из нас... Я недавно подумала, какого черта я не купила такую-то сумку в Италии отдыхала. Я сообщаю вам, что я эту мысль, я подумала, я не искала в интернете. Открываю интернет, и что я там вижу? Эту сумку. Я выключила его, пока не ввели закон, что я не могу эту заразу выключить. Я его хотя бы отключила. Нет, я весело так говорю. Ну, вы же понимаете, что происходит, да? Это отслеживается все, восстание машин произошло. Если мы на другой этот скачок делаем, именно на тему сознания, если это личность, если эта зараза будет личность, тогда у нас нет места нам. Они нас просто отключат. Мы не можем, мы не нужны там. Татьяна, еще один вопрос такой, близкий опять к теме креативизма. Много лет назад, кстати говоря, я прочитал информацию, вот из западных источников, которая меня поразила. А потом меня уже поразило то, что на нее, по-моему, никто не обратил внимания. Может быть, это просто, как сейчас говорят, фейк, когда таких слов не было. Что ДНК, там доказали какие-то ученые, не является плодом эволюции. Думаю, что фейк. Потому что, опять же, ну, как бы не моего ума дело, в смысле я не генетик, но сколько у меня генетиков друзей, крупнейших. Это даже не обсуждает никто. Сама структура ДНК, в принципе, полагает. Она, конечно, она вызывает подозрения. Понимаете, конечно, текст жизни, который написан четырьмя буквами, это как-то подозрительно. Маловато. То есть это сложнейший код. Понимаете, то есть жизнь каждого существа, да, жизнь каждого существа представляет собой книгу, написанную этими четырьмя буквами. И у интуизории она вот такого размера, а у человека она представляет книгу размером с библиотеку Конгресса в Вашингтоне. Напоследок только могу сказать, наверное, надо заканчивать уже. Напоследок могу только сказать, что на этой планете у нас ни родственников нету, чтобы никто не заблуждался. Тут все родственники. Например, если уж вы про гены, так это меня совратили, то я вам сообщаю, дорогие слушатели, что у нас 50% общих генов с дрожжами. 50%. Поэтому вы когда за круассан доберетесь, бабушки на лицо вспоминайте. 50% общих генов с дрожжами. Уже мы не говорим про кодов, шимпанзе, ворон там и прочих чудных созданий. Ну что, спасибо тогда за круассан. Конечно. Спасибо огромное. Ваталья Ломович, еще одна из вопросов. Вы должны выбрать лучшие вопросы, мы кручим подарок. Лучший вопрос. Вы, как модератор, вы все вопросы поделите. Я, конечно, депутат. Пофильны. ?